Доброго дня, всем добрым людям. А мы на YouTube-канале Марк Солонина. YouTube продолжает наш канал додавливать. Возобновил, вот так правильно, возобновил нас додавливать после двухмесячного перерыва. А мы же продолжаем работать, мы от этого только крепчаем. А сегодня у нас техникум, у нас начинается трехсерийный мини-сериальчик, посвященный истории развития создания первых воздушно-реактивных турбореактивных двигателей. Вы, мои почтеннейшие зрители, как никто другой, подготовлены к восприятию данного материала, этого цикла, потому что у нас с вами был уже сериал по поводу полета на Луну, ракетные двигатели. Мы там, я сейчас его пересмотрел, естественно, когда готовился, мы там с вами очень подробно этот вопрос изучали, на хорошем уровне, хорошего техникума. Но для тех, кто пропустил или забыл, коротко напоминаю, что такое реактивные двигатели, реактивное движение. Наверное, самый древний, очень распространенный реактивный двигатель – это пушка. Вот она перед вами. Система, состоящая из трех физических объектов – ствол, заряд пороха и ядро. Вот они там все уложены, и себе все дело лежит там на земле, на станине и так далее, на корабле парусном. Фундаментальный физический закон, закон сохранения импульса или закон сохранения количества движений я, утверждает, да, импульс или количество движения – это арифметические произведения массы тела на скорость движения тела. Вот этот комплекс, масса, умноженная на скорость, не исчезнет, не появится ниоткуда, не может, он должен всегда быть неизменным. Итак, в исходном состоянии пушка на земле или на палубе корабля или на стене крепости, все неподвижно. Соответственно, масса ствола, умноженная на ноль, масса пороха, умноженная на ноль, масса ядра, умноженная на ноль, скорость и ноль, все это вместе равно нулю. Бабах, порох взорвался, то есть сгорел, превратился в огромное количество раскаленных газов, им там деваться негде, они стремительно вышли из отверстия и вместе с собой влекли еще ядро. То есть порох, превратившийся в облако раскаленных газов и ядро, полетели в одну сторону и приобрели некую скорость. Закон утверждает и требует, что при этом и ствол начал двигаться в противоположном направлении, но совокупный импульс всех этих трех объектов, ствол, порох, ставший облаком газов и ядро, остался неизменным и равным нулю. То есть они должны быть друг другу равны, только один в одну сторону, другой в другую. В результате мы получаем, формула вся перед вами, что скорость, с которой начал двигаться ствол, я упростил в предположении о том, что в момент выхода из ствола скорость ядра и скорость газов примерно одинаковая. Ну, для нашего осуждения это более чем достаточно. То есть ствол начал двигаться, причем он начал двигаться со скоростью, которая прямо пропорциональна скорости того, что вылетело, скорости ядра и скорости газов. И зависит от соотношения массы того, что улетело направо, и, собственно, массы самого ствола. Вот во сколько раз ствол тяжелее, чем газы плюс ядро, во столько раз и скорость, с которой двигается в противоположную сторону ствол, будет медленнее нижней скорость, чем скорость движения ядра. Если же мы ухитрили сделать легенький ствол, то это может быть, ну, теоретически, конечно, если у нас ствол легче, чем ядро и порох, чего на целярии быть не может, то вообще ствол может даже двигаться быстрее. Это основы. Ракетные двигатели, ракетные двигатели, в простейшем виде, это водоотопленный ракетный двигатель, вот он сверху, это, ну, практически есть пушка. Это пушка есть. Ствол только без ядра. Только без ядра. Никакого ядра не вылетает. А что же является рабочим телом, это так называются в физике реактивного движения, что же является рабочим телом, который полетит направо по этой картинке? Рабочим телом является топливо, твердое топливо, которое после сгорания превратится в струю, сначала в облако, потом в струю раскаленных газов. То есть ракетным двигателем, ракетным движением, ракетой. Называется такое устройство, в котором все рабочее тело мы возим с собой. В данном случае оно было просто заложено в корпус двигателя. Бывают жидкостные ракетные двигатели, там я свои плюсы и минусы, мы это продолжим образом обсуждали, в которых рабочее тело в виде баллона бака жидкостью, но, как правило, двух жидкость, отдельно окислите, отдельно горючее. Вот это рабочее тело, оно поступает в камеру сгорания, сгорает, и струя раскаленных газов вылетает из сопла по этой картинке направо. Опять же, рабочее тело мы всегда возим с собой. Возникает интересный вопрос, каким волшебным образом рабочее тело, это жидкость из бака, возьмут и зачем-то залезет сама в камеру сгорания. В камеру сгорания большое давление, и очень большое давление. И для того, чтобы процессы все происходили эффективно, и с точки зрения химии горения, и с точки зрения термодинамики самого этого тепловой машины, давление должно быть как можно больше. Что же его заставит, его это рабочее тело из бака залезть туда. Ну, есть самая простая вытеснительная система, то есть никакой механики, ничего нигде не крутится и не стучит, просто баллончик с сжатым газом, допустим, вытесняет. Наибольшее распространение на больших серьезных ракетах, жидко-топливными, жидко-местными ракетами и двигателями, получила турбонасосная подача. То есть работает мощный насос. Этот насос создает большущее давление, с большущим давлением туда, в камеру сгорания. Закачивает жидкость, закачивает рабочее тело, насос надо чем-то крутить, насос крутит турбины, потому это называется турбонасосный агрегат. Замечательный вопрос, а турбину-то кто будет за нас крутить? Здесь есть уйма разных вариантов, мы их подробно разбирали. Есть такая система испарительная, когда просто вскипающий компонент, в данном случае это был жидкий водород, в рубашке охлаждения двигателя вскипает жидкий водород, превращается в очень даже газообразный. Соответственно, эта струя крутит турбинку, а турбинку уже, там есть один насос напрямую, другой через редуктор, крутит насосы подачи топлива. Более распространенная система с газогенератором. Вот я его обвел черным кружочком. Что такое газогенератор? Это, по сути дела, тоже еще одна камера сгорания, но слабенькая. В каком смысле слабенькая? Температура низкая, несравненно ниже. То есть, если там в настоящей камере сгорания у нас 3 и более 1000, 3 и более 1000 градусов Цельсия, то в газогенераторе немножечко так-то себе горит, там 500-600 градусов Цельсия, этот относительно не очень горячий газ, и крутит нам турбину. Это мы выбрасываем то, что после турбины, есть вариант замкнутой схемы, когда мы это отправляем после турбины еще, на дожигание, или систему с дожиганием, в основную камеру сгорания. Главное, что я прошу вас обратить внимание и понять, что никому в голову даже из конструкторов, создателей, жидкостных ракетных двигателей в голову не пришло засунуть турбину туда, на выход, вот в тот столб пламени, который бьет из сопла. Все понимали, что там эта турбина мгновенно исчезнет в таком-то пламени, и для ее привода создается отдельный газогенератор. То есть, еще раз повторяю, такая же камера сгорания, по сути дела, с теми же компонентами, но которая тихонечко горит, неправильно горит, неэффективно, и поэтому небольшая температура. Засунуть турбину туда, в сопло, никому в голову не проходило. Вот это жидкостные ракетные, а чем, собственно говоря, отличаются воздушно-реактивные? Ну, в общем-то, они близнецы и братья. Схема перед вами. Все неизбежно то же самое, оно не может быть другим. Должна быть камера нагрева, которая в данном случае является и камерой сгорания, в которой горит топливо. Я его всегда топливо показываю зеленой стрелочкой, обычно это керосин. А топливо это горит в воздухе, и выделившееся тепло нагревает еще один воздух. То есть принципиальное отличие, принципиальное отличие воздушно-реактивного от жидкостно-реактивного, что у нас в качестве рабочего тела используется не только керосин, не только топливо, которое мы возим с собой. Ну ладно, с собой мы его возим. Но и воздух огромный, океан бесплатного окружающего нас воздуха. Именно воздух является главной составляющей рабочего тела для воздушно-реактивного двигателя соотношением в десятки раз. То есть массовый расход воздуха через воздушно-реактивный двигатель в десятки раз, ну в современных-то в сотни раз, превосходит массовый расход керосина, горючего. То есть по сути дела рабочим телом-то является практически один только воздух. Его много, его не надо возить с собой, нам не жалко, потому что вокруг нас бесплатный, безбрежный океан воздуха. Вот этот воздух мы забираем. Дальше, опять же, насос. Но в технике воздушно-реактивного двигателя этот насос называется не насосом, а компрессором. Или нагнетателем. Ну обычно принятый термин компрессор. Его тоже надо как-то крутить. Большой интересный вопрос, чем? Я поставил вопросительный знак. Ну и заодно еще и, как правило, через редуктор какой-то крутится. Маленький насосик, топливный насос, который подкачивает туда, не подкачивает, а подает туда керосин. Но еще раз повторяю, массовый расход горючего в десятки, если не в сотни раз меньше, чем огромный массовый расход воздуха. Дальше все это дело нагревается в камере нагревания, которая является по совместительству камеры сгорания, и раскаленный этот воздух поступает в сопло, там он разгоняется, его температура падает, поэтому я нарисовал его коричневую температуру падает, зато скорость возрастает. Скоростная струя летит направо, а все вместе двигатели самолета летят налево. Ясно? Ну я надеюсь, все совершенно ясно. Советские люди помнят анекдот, спрашивают товарищ Бронштейн, а вы случайно не родственник врага народа Троцва, да что вы, товарищ, какой родственник, даже не однофамилец. Они вроде бы братья, жидкостная ракетная и воздушная ракетная, но что-то они совершенно друг на друга не похожи. Из огромного, бесконечного количества ЖРД выберем вот этот, мы о нем много говорили, это то, что делалось у нас в Куйбышеве, в КБ Кузнецова для лунного советского проекта, почему я огромное множество выбрал его, это двигатель делало КБ, которое до этого делало авиационные, воздушные, реактивные ВРД, то есть можно было бы предполагать, что уж у них то, у них то, жидкостный ракетный будет, ну как-то больше похож на привычный для них воздушные, реактивные. Самое большое, смотрим на него, самое большое, просто по размеру сразу бросается в глаза, это гигантское сопло, коричневым я его обвел, а камера сгорания существенно меньше красненькая, ну и вот зеленый, это турбонасосный агрегат, то, что выше, это уже газогенератор, снизу стартер, поэтому я вам по-честному его нарисовал, обвел зелененьким, то есть самое большое по габариту, это сопло, что первый смотришь на двигатель, он почти весь сыт из сопла, камера сгорания ТНА существенно меньше, кто из них больше, но бывает по-разному, где-то по габаритам камера больше, где-то ТНА больше, а теперь смотрим на примерно современный ему, ровесник этого двигателя, такой типовой современный турбореактивный двигатель, это модель, это моделька, но это моделька один к одному, поэтому габариты все сохранены, вопрос на 100 долларов, ребята, вы можете там увидеть камеру сгорания, поднимите руку, кто тут видит камеру сгорания, это вообще нету, ее не видно, ну сопло там как-то просматривается сзади, но очень невыразительно, и весь двигатель фактически состоит из огромных компрессоров и турбины, то есть компрессор на турбинный агрегат, ну аналог турбонасовственного агрегата в ЖРД, практически занимает весь двигатель, ну тут вы мне конечно скажете, вот молодец, нашел пример огромного турбовентиляторного двигателя, найди нормальный, ну хорошо, вот нормальный, вот нормальный древний, одноконтурный, просто древний одноконтурный двигатель, ну здесь уже камера сгорания видна, если вы ее не видите, я вам ее подрисовал, в данном случае она кольцевая, но и в этом случае мы видим, что компрессорно-турбинный агрегат занимает почти весь двигатель, камерка и сопло, как-то очень невнятно выраженное, гораздо меньше, ну вот вам еще одна, вот такая средне-типовая картинка современного двигателя, уже вполне современного ТРД, и здесь опять же почти все занято, компрессорно-турбинным агрегатом, ну камеру сгорания, я надеюсь, вы здесь увидите, сопло тоже есть, но они все гораздо меньше, то есть, если можно сформулировать так, ВРД, турбокомпрессорный двигатель, это ЖРД с гигантский, гигантский гипертрофированным турбонасосным агрегатом и с маленьким съежившимся соплом, а почему это так? Ну, для того, чтобы понять, почему это так, надо наконец-то, наконец-то перейти от разговоров и картинок цифрам, цифрам, числам, как учил нас Карл Маркс, наука начинается там, где начинают вычислять. Числа мы будем рассматривать тоже на примере чего-то совершенно конкретного, возвращаемся, у нас же только тема это создание первой воздушно-эктивной двигателе, поэтому мы, естественно, возвращаемся в 40-е годы, в начало 40-х, в трагическую историю Второй мировой, ну и, естественно, в Германию, которая была лидером всего этого дела. Вот это знаменитое, признаменитое, у нас по нему все снято кино, а немецкая баллистическая ракета V2, у нее, естественно, был двигатель, мы о немного говорили, вот эта жидкость на ракету, но там сопло не поместилось, оно уже ниже картинки, вот этот двигатель для ракеты V2 создавал тягу 26 тонн силы, 26 тонн тяги. Попытка найти турбореактивный двигатель с такой тягой, ну в ту эпоху просто невозможно, просто нет, близко ничего подобного нет, близко ничего подобного нет, поэтому мы будем использовать для сравнения самое мощное, что тогда было, вот он перед вами, это так называемый советский VK-1, я говорю, климовый 1, это английский 1, который был определенным образом из Англии изъят. Его еще в Советском Союзе форсировали, поэтому именно VK-1-то я взял, у него тяга побольше, чем у исходного, исходный-то англичанин выдавал 2250, 2250 килограмм силы, а эту штуку дофорсировали, там увеличили объемы камер, мы сегодня будем говорить в следующей серии до 2700, самый мощный турбореактивный двигатель в ту эпоху, когда существовала, когда летала немецкая ФАУ-2, ну несколько, даже на пару лет позже, 2700, а соответственно, для того, чтобы получить тягу такую же, какую давал один ЖРД на ФАУ, надо 10 вот таких, вообще интересное наблюдение, но мы не об этом, мы не об этом, о чем мы? Мы о расходе рабочего тела, ракетный двигатель, жидкостный ракетный двигатель для ФАУ, создававший, еще раз повторяю, 26 тонн тяги, расходовал в секунду всего лишь, вот так я скажу, всего лишь 130 килограмм компонентов, ну и спирта, и жидкого кислорода, соответственно, турбонасосный агрегатик, вот он перед вами, так как видите, небольшой, эта штуковина вполне поместится на столе, я бы сказал, даже на тумбочке, веса-то он немного, 150 килограмм, вот это турбонасосный агрегатик, слева центробежный насос одного компонента, справа другого компонента, а в середине турбина, диск турбины, вот этому агрегатику надо было перекачать в секунду 130 килограмм совокупно двух рабочих тел. Что такое 130 килограмм в литрах? Ну, как вы понимаете, жидкости бывают разные, килограмм воды это литр, это литр, килограмм спирта это 0,8 литра, килограмм, наоборот, извиняюсь, плотность, плотность спирта 0,8, соответственно, там будет чуть больше, чем единица, плотность жидкого кислорода 1,18 или 1,14, если я с ними память не путаю, то есть немножко будет, соответственно, меньше литра, но не загоняясь, будем считать, более-менее, это примерно килограмм литр, то есть турбонасосный агрегат должен был в секунду перекачать 130 литров жидкости, а сколько же, по-вашему, должны были перекачать компрессор, компрессор плюс турбина, 10 воздушно-реактивных двигателей? Вот этого красавца, ВК-1, аэросход воздуха 48,2 килограмма в секунду плюс расход керосина 0,8 килограмм в секунду, удивительно, так вот, кругло складывается, получается 50 килограмм в секунду, 10 таких, мы же договорились, нам же нужна сопоставимая тяга с тягой ракетного, 10 таких, соответственно, будут потреблять в секунду 490 килограмм рабочего тела, там было 130, а здесь 490, ну и самое-то главное, жидкостный качает жидкости, а компрессорно-турбинный агрегат воздушно-реактивного двигателя качает газы, по большей части воздух, и как вы, конечно же, понимаете, 49 килограмм воздуха это 49 кубов кубометров, а 10 раз по 49 это 490 кубов, то есть вот 10 таких моторов должны прикачать в секунду 490 кубометров воздуха, что вы видите перед собой, вы видите домик, я с фоциальной посмотрел, домик себе подобрал покрасивее, вот этот домик, ну что ли, потому что там проектанты продавцы пишут, как раз имеет объем, ну так, ну плюс-минус, естественно, 490 кубов, вот этот вот объем надо в секунду перекачать компрессором 10 ВК1, а видите, вот лесенка на входе порожечек, стул стоит и бочоночек я вам нарисовал, а это 130 литров жидкости, а это 130 литров жидкости, вот столько объема занимают они, а столько занимают 490 кубов воздуха, и поглядевшие, подумавшие на все это, мы начинаем понимать, что он еще удивительно маленький, он еще удивительно маленький, вот этот ВК1 в разрезе, вот вы видите, будем подробно все это разбирать, пока он увидел, бросается в глаза, вот эти вот белые красивые диски с какими-то лопатками поперечные, центробежный компрессор, вот эта штуковина должна в секунду перекачивать, в секунду перекачивать 49 кубов, ну хорошо, 48,2 куба воздуха, а что это такое 48 кубов воздуха, это комната, 4 на 4 и 3 метра высоты, ну хорошо, комната нормальная, комната 16 квадрат, 3 метров высоты, еще не знаю вас 3 метров потолки или нет, вот, а воздух комнаты, он должен высосать и выбросить за одну секунду, согласитесь, для такой работы он в общем-то даже и не очень и велик, к чему мы пришли? Внимательно сосредоточимся, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что мы поняли фундаментальную разницу между жидкостным ракетным двигателем и воздушным реактивным двигателем. Ракетный двигатель использует относительно небольшое количество рабочего тела, но разгоняет его до максимально возможной, что только может наука и техника создать скорости рабочего тела М не очень много, зато уж скорость этого рабочего тела должна быть огромная, но она всех двигателей гиперзвуковая, большая даже гиперзвуковая. И понятно, почему так, потому что ракета возит свое рабочее тело с собой, у нас каждая граммулечка рабочего тела на счету, мы не можем его черпать откуда-то, поэтому мы вынуждены разгонять относительно небольшое количество рабочего тела до огромных скоростей. В результате самой большей частью ЖРД является сопло, то самое устройство, которое производит разгон рабочего тела, а трубонасосный агрегатик относительно небольшой, относительно небольшой, потому что мы перекачиваем небольшие объемы, и мы небольшие массы, и это массы жидкости, то есть очень малого объема. Но разница в плотности воды и воздуха это тысяча раз. Килограмм воды это литровая банка, килограмм воздуха это кубометр. Воздушный реактивный двигатель работает точно, устроен и работает и сделан точно по-другому, и понятно почему. Рабочим телом является воздух, вокруг нас бесплатный океан безбрежного воздуха, нам его не жалко, поэтому воздушный реактивный двигатель расходует огромное количество рабочего тела, то есть воздуха, соответственно он почти весь состоит из компрессора, который этот воздух нагнетает. А разгонять мы имеем возможность, возможность мы такую имеем, но не прикладывать сверхъестественных усилиях получения каких-то уж огромных гиперзвуковых растений на выходе, поэтому и сопло, сопловой аппаратик у нас в общем-то не такой заметный по сравнению с гигантским компрессорно-турбинным агрегатом. Вот собственно говоря главное, что отличает эти два типа реактивных двигателей. После такого большого количества слов и комплиментов сказанных в адрес компрессора, нагнетателя, воздушного реактивного двигателя, наверное, надо как-то поглядеть на него поближе, поглядеть на него поближе. Сразу же, сразу же, не будем называть и использовать, я постараюсь за все сил, слово проблема. Это не проблема. Создание компрессора это задача. Проблема это то, о чем мы будем говорить дальше. Вот там будут действительно проблемы, две главные проблемы. Пока мы говорим о сложной, очень красивой, сложной инженерной задачи. Как же нам сделать в относительно небольшом объеме, относительно небольшом весе, нам все-таки летать надо, устройство, которое, еще раз повторяю, перекачивает воздух вполне немаленькой комнаты за одну секунду. Здесь есть много, эта задача распадается на много подзадач, но мы пока обсудим только одну, потому что она имеет большое философское значение. Это выбор типа компрессора, центробежный или осевой. Почему философское, я вам поясню, вы не думаете, что я просто так сказал. Осевой или центробежный. Перед вами центробежный компрессор. Название абсолютно четко определяет его суть дела. Воздух входит в центре и вылетает с периферии. Голубенькая стрелочка это естественно воздушный поток. Он входит, попадает на вращающиеся лопатки, при этом поворачивается на 90 градусов, то есть он движется вдоль диска, движется по радиусу, поэтому центробежный насос, центробежный компрессор вполне можно называть радиальным. под воздействием центробежной силы отбрасывается на периферию, на внешний диаметр и дальше уже каким-то устройством оттуда выводится. По науке это рисуется вот так, вращающийся диск, красивые, в данном случае не такие прямолинейные, а красивые изогнутые лопатки, голубенькие кружочки, я нарисовал это некая частичка воздуха, вот она туда попала, он вращается, видится, она движется, кривой, конечно, линия, но в общем и целом она отходит от центра на периферию, поэтому она называется центробежным или его можно еще назвать радиальным. И, соответственно, вот красненький вектор, он оттуда пока, ну это не касательно, это не касательно, но вот оттуда вылетает разогнанный, разогнавшийся до большой скорости. Осевой, совершенно четко слышно из его названия, принципиальное отличие в том, что здесь воздух движется вдоль оси вращения, вдоль оси вращения. Вот он перед вами нарисован, осевой компрессор, это, значит, красное, это то, что движется, ну это, как правило, диск, на этом диске стоят такие лопатки, воздух заходит между этими лопатками, при движении лопаток, они же под углом стоят и сами по себе кривые, они подхватывают, отбрасывают, он начинает двигаться, ну по этой картинке на право, дальше направляющий, так это называется, направляющий аппарат или статор, и то и другое, верно, статор отражает то, что они неподвижные, вот эти синие, или какие они есть, синие неподвижные, их задача выпрямить поток, и чтобы более-менее вернуть его к тому исходному осевому направлению, и следует, дальше, как правило, будет следующая ступень, для тех, кто совсем хочет понять, я нарисовал даже вектора скоростей, это мы смотрим на него сверху, вот он крутится, лопатки движутся вниз, но если смотреть сверху по этой картинке, слева заходит воздушный поток, каждая лопаточка его подхватывает, придает ему, конечно же, и скорость окружную, но поскольку она стоит под углом и сама еще кривая, то есть еще и осевая составляющая, в результате, вот как-то вот так, вот наискосочек он оттуда выходит, а дальше направляющий лопатки следующего кольца, неподвижный стату, их выправит, и можно будет направить на следующий, их, как правило, делают многоступенчатыми, вот в частности, знаменитейший протвитни G-57, 50-60-е годы в США, по-моему, все на нем и летало, от истребителей до B-52, вот видите, сколько тут этих самых рядов, вы видите, вращающиеся роторы, они хорошо видны, но если присмотритесь внимательно, между каждым из них еще есть лопаточки статора, также обратите внимание, что проходное сечение сужается, почему, потому что давление нарастает, каждая ступень повышает давление, сжимает воздух, давление его возрастает, соответственно, объем становится меньше, и нам не нужно много места, чтобы его пропустить. Кто лучше? Кто лучше? Ну, ответ-то известен, ответ известен. Для авиации, для авиационного двигателя однозначно лучше осевой, и это подтверждено жизнью, и абсолютное большинство, за редчайшими исключениями, каких-то специальных приложений, современные турбореактивные, воздушный активный двигатель – это двигатель с осевым, многоступенчатым компрессором. Он маленький по диаметру, у него диаметр меньше, чем у центробежного, но если мы хотим с центробежного получить большое давление, поэтому он узкий, он вытянут в длину, осевой компрессор вытянут в длину, в то время как центробежный расширен по диаметру, он плохо вписывается в обводы самолетом. Это первое. Второе. Давления надо много. Еще раз повторяю, что важнейшей характеристикой для работы любого такого, что жидкостно, что воздушный активный двигатель является давление в камере сгорания. Большое давление позволяет и самому процессу горения с точки зрения химии происходить лучше. И сам принцип этой машины требует, чтобы мы сжали, а потом сопли расширили. Поэтому, чем больше перепад давления на входе и на выходе в сопло, тем выше КПД двигателя. Поэтому желательно, чтобы перед соплом, то есть в камере сгорания, было максимально возможное давление. Поэтому давление нам нужно много. Самое лучшее, современное, вообще страшно сказать, что-то мне попадали цифры 39, не верю, но больше 20, это точно. Коэффициент повышения давления современного многоступенчатого осевого компрессора, в то время как очень-очень хорошая центробежная одна ступень центробежная, ну, 4, ну, 4,5, ну, 5. То есть, выбрав центробежный компрессор, мы сразу же обрекли себя на то, что у нас будет двигатель с низким давлением в камере, соответственно, со всеми последствиями неэффективный, тяжелый, неэффективный двигатель. А вот на севом-то можно, набирая бесконечное количество этих ступеней, получить, в принципе, какой хотите. Как я сказал, получать уже больше 20-25. Замечательно? Замечательно. Ну, строго говоря, строго говоря, конечно же, можно сделать и многоступенчатый центробежный, его даже люди сделали. Да, вот это он, это он, это легендарный Мерлин, Роллсфольсовский Мерлин, тот самый двигатель, который двигал спидфайр, двигал Ланкастеры, двигал американский потом Мустанг, ну, самый, самый выдающийся легендарный мотор Второй мировой, вот он там был, представьте себе, схема перед вами, двухступенчатый центробежный компрессор. Я не просто так показываю эту картинку, мы еще вернемся к человеку в следующей серии, который это все дело придумал и сделал. Ну, как видите, очень затейливо, очень затейливо. Поток вынужден поворачивать себя на 180 градусов два раза, ну, в общем, это не то, но так не делают, так не делают. Конечно же, многоступенчатый компрессор гораздо лучше набрать из осевых ступеней. Это еще не все, это не все. Есть же еще и вопрос пропускной способности, ну, в технике это обычно за словом расход, ну, то есть объем, объем, объемный, объем, количество массы, количество килограммов и количество кубометров, который может компрессор через себя пропустить. И здесь есть такой чисто психологический парадокс, мы, как правило, не понимаем, насколько тонкое кольцо больше кружочка. Значит, что я вам нарисовал? Слева одна ступень осевого компрессора, справа одна ступень центробежного компрессора. Центробежный компрессор, как уже сто раз было повторено, воздух входит в середине, в центре, около оси вращения, а в осевом компрессоре он движется там, входит воздух, там, где лопаточки, то есть по периферии, кольцо по периферии. Вот я вам нарисовал, нарисовал в достаточно правдоподобных пропорциях, ну, дальше мы будем рассматривать, то и другое вы убедитесь, я вас не обманывал, я ничего не подгонял, пропорции достаточно правдоподобны, вот примерно так они выглядят. Центробежная и одна ступень севого компрессора авиационного двигателя, после чего я взял линеечку, циркуль, все это вам померил и докладываю, 11 к 1, я сам был ошеломлен, вот такого я не ожидал, площадь кольца в 11 раз больше, чем площадь центрального кугляшка, то есть при одинаковом диаметре, при одинаковом внешнем размере, что применительно к летящему самолету при одинаковом сопротивлении, проходное сечение осевого компрессора по этой картинке оказалось в 11 раз больше, чем проходное сечение центробежного, входная дырка, входное отверстие центробежного компрессора, ну, понятно, эта картинка может я не так нарисовал, но в любом случае речь идет о том, что во много раз, во много раз большее количество воздуха по массе, по объему способен пропустить через себя осевой компрессор, нежели центробежный, ну, и, как говорится, выбор очевиден, выбор очевиден, не надо ничего выдумывать, надо брать и делать многоступенчатый, замечательный осевой компрессор, который большие объемы перекачает, а если набрать много-много ступеней, то мы еще получим давление, большующее, какое нам только надо. Так? Нет, не так. Нет, не так. Потому что в Славном Кубовском институте мне один раз объяснили, оптимизация конструкции начинается с определения критерия оптимальности, что хотим. Вот сначала надо выяснить, чего мы хотим, после этого начинать делать то, чего мы хотим. В мирной жизни мы хотим получить максимально эффективный с большим КПД и всякое такое двигатель. А в условиях войны мы хотим быстро-быстро сделать двигатель, которым будем пользоваться мы, а не наш противник после нашей капитуляции. И вот тут вопрос выбора осевого или центробежного компрессора поднимается на большую философскую высоту. То ли мы гонимся за журавлём в небе, то ли мы соглашаемся на скромную синичку в руках. А откуда это всё берётся вот такой выбор? А потому что сделать центробежный компрессор, изобрести, по сути дела, на том этапе изобрести, разработать, испытать, сделать центробежный компрессор проще, а значит и быстрее. чем многоступенчатый осевой. В результате есть большой шанс, это наша третья серия, что все ваши усилия достанутся вашему противнику после вашей капитуляции. А в чём, собственно говоря, сложность осевого? Всё простенько, диск, лопатка, всё так красиво, удобно и хорошо. Здесь мы подходим к непостижимому человеческим умом явлению, которое называется помпаж. Человеческим умом это понять трудно, десятки лет пытались понять, что это такое. Мне сейчас придётся за несколько минут пытаться это объяснить. для начала прочитаем, прочитаем. Наконец-то цитатка у нас появится. Вот такая документально-художественная повесть была написана, пламенные моторы Архипа Люлька. Архип Люлька это советский выдающийся создатель турбрессивного двигателя. Он действительно, он действительно это начал делать ещё до войны, на самом деле, и действительно двигатель Люлька не был копией английских или немецких. Это уж так оно и есть. И вот они сделали свой первый двигатель, он у них заработал, и все в полном восторге, потом принесли, привезли немецкие ЮМО, Йоксель, а наш-то ещё и мощнее, а наш-то ещё и мощнее, расход-то удельно нашего меньше, все в полном восторге. А теперь кавычки открываются. И вот однажды поздним вечером, когда двигатель испытывали на высоких оборотах, раздался хлопок и выброс пламени из сопла. Двигатель немедленно выключили. Когда к нему приблизились, то видели хаос разрушения. Лопатки компрессора лежали изуродованной грудой. От них на роторе остались только пеньки. Стены испытательного стенда избиты лопатками как шрапнелью. Уверенный и ровно гудящий двигатель в течение нескольких секунд превратился в бесформенную груду искорёженного металла. Как же это объяснить простыми человеческими словами, что такое помпаж? Помпаж это автоколебание, то есть самоподдерживающее колебание, вибрация. Вибрация очень низкочастотная, обычно на частотах порядка одного гельца, то есть один удар в секунду. Это даже не так, как стреляет автомат Калашникова, это даже медлит. А долго слушать это не приходится, как правило, через несколько тук, ну как они тут пишут после первого же хлопка, всё разваливается в клочья. А то, что у них вылетел огонь пламени, тоже не случайно. Сейчас поясню почему. Исходной физической причиной помпажа является срыв потока на лопатке осевого компрессора. Вот, возвращаемся ещё раз к этой картиночке. по-простому. Лопатка, каждая лопатка это по сути дела крыло. Это крыло с крыльевым профилем, которое движется. Только самолётное крыло движется в неподвижном воздухе, а здесь наоборот. Здесь неподвижные в осевом направлении лопатки, а вдоль них движутся в осевом направлении воздуха. Ну в общем и целом физика примерно одна и та же. Газовый поток обтекает лопатку вот такой вот формы, довольно похожей на площадь крыла под определенным углом атаки. При определенных условиях безотрывность нарушается и происходит отрыв потока. Она неплавно обтекает эту лопаточку, отрывается от нее. Сначала в одном месте среди там одной-двух нескольких лопаток возникает оторвавшийся комок воздуха. Он уже не хочет двигаться в осевом направлении. Он начинает вращаться по кругу. Но представьте себе, что внутри вот этого компрессора появилось некое яблочко, которое там гвоздиком прицепили. Оно начинает вращаться, оно нарушает работу следующих ступеней. Все это дело стремительно, процесс развивается, стремительно развивается. Какие-то части, куски, зоны становятся просто зонами непроходимыми. Там нет осевого движения. Соответственно, резко падает давление, которое создает компрессор. Соответственно, перестает нормально работать камера сгорания. А насос-то керосиновый работает. Камера сгорания переполняется керосином. Воздуха для его сгорания нет. Все начинает останавливаться, давление падает. После чего процесс восстанавливается, движение, следующая порция начинает проходить, сгорает с выбросом факела вот тут накопившаяся часть керосина. Потом это опять повторяется. и возникает вот такой самоподдерживающийся процесс то падения, то возрастания, то падения, то возрастания давления в компрессоре. И все это дело стремительно через несколько циклов, несколько тактов, несколько вот этих скачков падения, подъем, падения, подъем, просто рассыпается к еды реверной фене. Это сложнейшая проблема. Все, что связано с автоколебаниями, это всегда сложнейшая тема. Обеспечить безотрывность обтекания тем более сложно даже на стенде. Даже на стенде, потому что все же меняются, меняются обороты, меняются давления. В полете все еще хуже. Самолет же шевелится, он же не летит всегда по прямой, как трамвай. То есть воздух, воздухозаборник входит под разными углами, и вот этот несимметричный вход при маневрировании, при интенсивном маневрировании, несимметричный вход воздуха в компрессор создает несимметрию всего скоростей, давлений, массовых расходов внутри компрессора, и тем более создают предпосылки для помпажа. Поэтому осевой компрессор довести до того, чтобы он работал нормально, это и научная, и практически сложнейшая задача, и на в общем и целом где-то два десятка лет потребовалось лучшим умам человечества, чтобы в общем-то решить задачу, и мы с вами покупаем билет, садимся в самолет, летим, там мирно жужжат осевые компрессоры, что-то никому в голову про помпаж и не приходят. Не волнуйтесь, там все сделано, летайте спокойно. Там все сделано, предусмотрено, есть и противопомпажные створки, противопомпажная автоматика, все продумано. Летайте спокойно. Но это десятилетия труда, в лучшем случае это годы труда, поэтому в условиях войны разумным и правильным решением было не испытывать судьбу, поставить на первые турбореактивные двигатели понятный, отработанный, на любом поршневом двигателе в той эпохе стоял центробежный нагнетатель, одна ступень центробежного компрессора, его просто надо сделать очень большим, с необычно высоким давлением, с гигантским, гигантским по сравнению с нагнетателем поршневого двигателя расходом воздуха, но в общем хотя бы что-то понятное, что-то понятное, и это еще не все, это еще не все, как я вам гордо и бодро сообщил, что на осевом компрессоре, набирая много-много-много ступеней, можно получить большующее, какое хотим, давление, сколько хотим, столько и получим, только набирая побольше ступеней, а каждый диск это вес, это масса, и много-ступенчатый осевой компрессор всегда будет весить больше, ну, например, если, как я уже сказал, центробежные компрессоры давали 4, 4,5, может быть, 5 коэффициент повышения давления, то для того, чтобы набрать такой коэффициент повышения давления на осевом компрессоре, надо где-то 4 ступени, как минимум, 4 диска плюс 4, на каждом из них ряд этих самых лопаток, в результате он тяжелее, он гораздо тяжелее, а, соответственно, он обладает большей инерционностью, а это что значит? Это значит, что однажды раскрутившись, его уже хрена становишь, и наоборот, если мы хотим повысить с обороты компрессора, то он не очень-то быстро раскрутится. Большая инерционность, связанная с большой массой, большим моментом инерции, многоступенчатого, многодискового, осевого компрессора. К чему это все? А к тому, что самолету надо маневрировать. Вот ракетчиком очень просто. Никому в голову не приходит в больших диапазонах менять тягу жигостного ракетного двигателя. Если он, слава богу, запустился, все, ракета улетела, через 60-70-80 секунд двигатель свой отработал, все, никому в голову не приходит работать там педалью газа, ручкой газа, а на самолете все по-другому, особенно если это самолет-истребитель, и летчики привыкли очень энергично этим самым газом работать. В результате в разгаре воздушного боя летчик толкает ручку сектора газа вперед, подача керосина увеличивается, в камеру сгорания керосина стало много, огонь полыхает, а раскрутить весь этот огромный компрессор, но турбинный агрегат, да, кстати, еще вал тоже имеет вес, как-то я забыл про вес вала, но если мы набираем много-много ступеней, много-много дисков, а между ними еще стоят лопатки статора, то у нас получается длиннющий тяжеленный вал, там же еще усилия на нем огромные, и это все сопротивляется, оно не желает быстро раскрутиться, он раскручивается медленно, а камера у нас наполняется керосином, ба-бах, ба-бах, и наоборот, если нам надо сбросить с оборотов, мы ручку назад, керосина подается в камеру уже меньше, а воздух оттуда продолжают накачивать много, потому что все это огромное сооружение, весь этот вращающийся компрессорно-турбинный агрегат продолжает вращаться с прежней скоростью, в результате у нас происходит срыв горения, очень бедная смесь керосина, относительно количества воздуха много, лучше сказать, воздуха поступает гораздо больше, чем надо для сгорания этого керосина, и у нас опять все глохнет, то есть приемистость, это называется для моторов приемистость, приемистость двигателя с тяжелым и высокоинерционным осевым многоступенчатым компрессором значительно хуже, чем у маленького, простого, примитивного, но все-таки одноступенчатого центробежного. И вот теперь-то мы наконец приходим к обсуждению главных проблем, две первые по значимости проблемы. Первая и первая, те непреодолимые на первый взгляд технические проблемы, которые в начальном этапе развития всего этого дела вообще ставили под вопрос возможность создания пригодного для установки на самолет РД. Первая проблема номер один это камера сгорания. Вот тот самый маленький бочоночек, бетончик, который на картинке в разрезе современного ТРД сразу вы не увидите. А кто вообще вам сказал, что там внутри что-то может гореть? Значит, смотрим, что мы видим перед нами. Замечательнейшую картиночку такая нашлась в интернетах. Это английский Ронс-Ройсовский Дервинт. Главный герой нашей следующей второй серии. Труброективный двигатель. Один из самых первых, один из самых лучших. Чем хорошо тут есть графики. Графики температуры, давления, скорости по потоку. Там плохо видно, поэтому я для вас любезно все это дело перерисовал. Итак, что-то такое. Это график скорости. График скорости воздушного газового потока от входа, от входа от заборника компрессор, из компрессора в камеру сгорания, из камеры сгорания в турбину, из турбина в сопло. Размерность метра в секунду. Начнем с того, что цифра 450 меня вообще сильно удивила. 1500 футов в секунду написано. 450 никуда не денешься. А то на выходе из компрессора скорость воздуха сверхзвуковая. Хорошо сверхзвуковая, но скорость звука у Земли 340 метров в секунду. Ну ладно, дальше у нас диффузор, то есть расширяющийся канал, в котором они эту скорость понизили. И понизили они ее до 90 метров в секунду. 90 метров в секунду. Уважаемые, понимаете, что такое 90 метров в секунду? Если нет, то для вас есть международная шкала ветров некого Боффорта. Слышите такие слова? 90 балльный, балл, балльный, балл. Ну мы начинаем с самых последних, три последних. 10, 11, 12. Сильный шторм, жестокий шторм и ураган. Так вот, ураганом называется явление, при котором высота волн 20 и более метров. На суше имеет место огромное разрушение, серьезно повреждены здания, строения, деревья вырваны с корнями, растительность уничтожена. И это жалкие 33 метра в секунду. Вот 33 метра в секунду это ураган, поднимающий 20-метровый волну, то есть шестиэтажный дом и вырывающий деревья с корнями. Как вы думаете, будет ли гореть костер на таком ветру? А у нас не 33, у нас там 90 на входе в камеру сгорания. Причем дальше еще, как вы опять же возвращаясь в графику, он еще так немножечко подрастает по ходу движения. Как что-то может гореть на ветру 90 метров в секунду? Никак, ответит вам любой добросовестный студент техникум, нормальную энергетическую техникум, который уже знает такие слова, как скорость распространения горения, скорость распространения пламени. И он точно знает, что если факел пламени, фасунку, допустим, факельную со скоростью распространения пламени 15 метров в секунду поместить воздушный поток, который быстрее, чем больше, чем это, он просто и оторвет. Происходит так называемый отрыв горения, отрыв факела. Как можно что-то сжечь на скорости ветра в 90 метров в секунду? В три раза сильнее, чем ураган на земле. Это первое. Второе. Ну, допустим, каким-то непостижимым образом мы ее все-таки зажгли. Ну, зажгли. Горит. Что произойдет с камерой сгорания? Внутри которой это горит. Следующий график с того же самого английского дельвинта, который я для вас подрисовал, чтобы было заметно. Тут все цифры крайне интересны. У нас интересует первое, которое наверху, 1900. Это температура в градусах Цельсия, не Кельвина, не Кельвина, Цельсия. Это 1900 градусов Цельсия. Хорошая температура, хорошую камеру англичане сделали. Наверное, теоретическое газодинамическое максимальное горение керосина в воздухе где-то 2300 будет. Но здесь 1900. Можете не гуглить, не тратьте время, не шелкайте кнопками. Не существует в природе таких металлов. Не существует. Никаких жиропрочных и так далее. Нет таких металлов, нет таких конструкционных материалов, которые способны выдерживать температуру 1900. Она просто сгорит и исчезнет. Она сгорит и исчезнет. А как же это делали в ЖРД? Ну, как мы делали в ЖРД, мы помним. Там двойная рубашка и камера сгорания с сопло имеет двойные стенки и через эту рубашку охлаждения прокачивается. Туда не просто помещается. Туда с огромным расходом прокачивается один из компонентов жидкий. Жидкость охлаждает. А у нас нет ничего жидкого. Да, у нас есть воздух, но, знаете ли, воздух охлаждает совсем по-другому. Совсем по-другому. Это неудивительно, учитывая, что теплоемкость воды в 4178 раз больше, чем теплоемкость воздуха. Убедиться в этом можно без Википедии. Вспомните, вот вышли вы летним утром на улицу плюс 18. Очень мило и приятно, да? А теперь вспомните свои ощущения, если вы вышли из дома и бульк в воду, в бочку с водой, в реку, в озеро с температурой 18. Какие ощущения? Да, вода отбирает тепло гораздо интенсивнее. Цифру я бы обозначил, чем воздух. Поэтому воздухом вы так не охладите. У нас нет тех возможностей для охлаждения, которые есть в распоряжении конструкторов ЖРД. Так что она просто исчезнет, эта камера. Даже если нам каким-то удивительным чудом удастся все-таки огонь в ней зажечь. Очень интересно. Очень интересно. И без решения этой задачи, этой проблемы, до того, как мы это решили, все остальное, компрессора, подшипники, все остальное можно не обсуждать. Нечего обсуждать. Если в тепловой машине, любое реактивное двигатель, в тепловой машине, нет тепла, нет источника горения, то все остальное просто становится бессмысленным. Это огромная проблема. Огромная, колоссальная проблема. Вторая проблема номер один, ничуть не меньше, также ставившая под вопрос вообще возможность создания чего-то подобного, создания ТРД, это огромная проблема в виде маленькой лопаточки. Вот оно перед вами. Лопатки турбины. Вот эти вот, вот это, две фразы лопатки турбины и температура перед турбиной. Эти две фразы завязали в ушах всех инженеров на протяжении, скажем так, уже 80 лет. Все то же самое, только еще хуже. Ну, камера сгорания, нагретая такой чудовищной, внутри которой полыхает такое адское пламя, она хотя бы не, на нее не действуют большие механические нагрузки. Ну да, там есть давление, разумеется. Ну, в пятый раз, повторяю, что чем больше давления в камеру сгорания, тем больше, тем лучше. Ну, в первых двигателях 4, 5, 6, ну, не бог весь, какая проблема сделать бочоночек, который выдерживает такое внутреннее давление. С лопаткой все гораздо хуже. На лопатку действует гигантская центробежная сила, потому что ротор турбина вращается, ну, например, на деревенце где-то 1015 оборотов в минуту, если я не путаю, то есть колоссальные растягивающие усилия от центробежной силы, плюс ее гнут, она же передает усилие на диск, то есть большущий сгибающий момент, к этому еще добавим постоянную эрнозию, она же не просто на ветерке находится, она находится в химически агрессивной среде продукта сгорания, если уж камера-то сгорает, только это тем более должно сгореть немедленно, это должно сгореть немедленно. А возвращаясь к чрезвычайно важному графику температуры, мы видим, что, конечно же, да, конечно же, ее каким-то образом эту температуру понизили, мы видим на входе в турбину 770, ну, понятно, тут не надо делать никакого драматического детектива, понятно, как ее могли понизить, подмешали воздух, воздуха-то у нас полно, воздуха у нас полно, вокруг нас океан воздуха, и мы туда набухали воздуха, и, соответственно, на входе в турбину понизили температуру газового потока, все, да нет, ребят, не все, не все, потому что нам надо летать, и нам надо летать быстро, поясняю смысл этих слов, если мы в горячий поток, очень горячий газовый поток, добавили много-много холодного воздуха, то кинетическая энергия никуда не делась, она не пропала, просто раньше это была кинетическая энергия небольшого количества, массы, мало вещества, нагреет вода очень большой температуры, а теперь это кинетическая энергия большого количества вещества, большой массы, но меньше температуры, энергия не исчезла, и в этом смысле, ну а кто нам мешает, набухаем воздух, разведем до относительно низкой температуры, это большой по массе, по массовому потоку, массовый расход, поток газа будет крутить турбину, но нам же нужна еще высокая скорость истечения, не забывайте об этом, а скорость истечения это, простите вы меня, температура, а если у нас будет низкая скорость истечения, то мы начали с формулы реактивного движения, для того, чтобы лететь быстро, надо иметь очень быструю истекающую газовую струю, причем она должна быть еще во столько же раз быстрее, во сколько раз самолет тяжелее, масса самолета, масса мы обсуждаем, там еще и логарифм, но суть в том, что нам нужно не просто большую массу направить газа нагретого в сопло, нам надо еще направить высокотемпературную массу, высокую температуру струю, если мы хотим иметь большую скорость полета, а поэтому вот это простое решение разведем воздухом, оно тоже не работает, нам надо иметь как можно более высокую температуру газов перед турбиной, здесь мы просто разбиваемся, разбиваемся о том, что никакой конституционный материал, а там огромные нагрузки, это не просто так, разогреется, размягчится, растянется, разорвется и улетит, вот эти две проблемы, эти две проблемы, проблемы горения, проблемы перегрева камеры сгорания и проблемы связанные с турбинной лопаткой, стояли непреодолимым непреодолимой стеной на начальном этапе, отказаться от камеры просто невозможно, представьте себя, отказаться от лопатки можно, да, можно сделать воздушно-реактивный компрессный двигатель без всяких лопаток, более того, безо всяких турбин. Еще раз возвращаемся вот к этой фундаментальной картинке, объясняющей схемы работы воздушно-реактивного двигателя. Я же не зря там не стал рисовать никакой турбины и поставил вместо турбины знак вращения в опросительный знак. Но если мы не можем справиться с совершением второй, первой проблемы, то есть лопатка турбина, у нас сгорает и исчезает, давайте откажемся от турбины и будем крутить компрессор чем? Каким-то внешним двигателем, внешним моторчиком. это называется мото компрессорный воздушно-реактивный двигатель. А почему бы и нет? А почему бы и нет? Вот эта идея создания воздушно-реактивного компрессорного двигателя без турбины, в которой мы будем вращать компрессор внешним двигателем, на тот момент единственное, что было в руках конструкторов, это нормальный поршневой двигатель внутреннего сгорания. Вот обычный, только не маленький, маленький, не такой мощный, как обычно авиационный поршневой двигатель, и он пускай крутит этот самый компрессор. Эта идея сильно будоражила умы, сильно будоражила умы, потом, потом достаточно быстро, вы же понимаете, если мы рассказываем по истории создания 3D, люди в конце концов создали, и лопаточку это сделали, и придумали, как делать так, чтобы она не горела. А после чего мотокомпрессорный двигатель все забыли, и он куда-то перешел в разряд курьезов. А вот мое личное, извините, мое личное мнение, что это не курьез, что это очень даже хорошая вещь, которую надо вспомнить сегодня, сегодня. Ибо сегодня по этой схеме мотокомпрессорного реактивного двигателя можно делать замечательную силовую установочку для дронов, для маленьких беспилотничков. Сейчас это, как понимаете, модно и даже очень нужно. Сейчас есть аккумуляторы феноменальными возможностями, электромоторчик, все маленькое, электромоторчик маленький, крутит компрессор, дальше компрессор подает сжатый воздух в камеру сгорания, далее сопло, и мы получаем маленький, компактненький, при этом реактивный двигатель, который, вообще говоря, беспилотник, какой-нибудь маленький дрончик может разогнать, страшно сказать, до сверхзвука. Поэтому я думаю, что тема мото-компрессорного двигателя еще далеко себя не ощерпала, и возможно ее ждет второе рождение. Но мы вернемся к первому рождению. Как я уже сказал, занимались этим многие, занимались этим многие, а практически получилось только что у итальянцев. Да, в интернетах ваших вы прочитаете всякие глупости по поводу двигателя самолета Куанда. Вот он, но это не он, естественно, это современный его полномасштабный макет в музее стоит. Это 1910 год, якобы, якобы, причем сам Куанда об этом рассказал через 35 лет. В 2010 году он ничего не говорил. В 2010 году он сделал такой самолет, то есть там двигатель, обычный напряженный двигатель, крутит винт, винт помещен в такой кожух кольцевой канал, и он думал, что он так у него лучше полетит. Все это поотрывалось от земли, тоже разбилось навсегда. Через 35 лет он начал рассказывать в байке, что там у него еще были фасунки, которые вприскивали что-то такое, и там что-то горело. Ну, как вы понимаете, самолет сделан из дерева и обтянутое полотно, если бы там что-то, не дай бог, загорело, то конструктор гениальный в кавычках не смог бы даже рассказать через 35 лет о том, что он там делал. Нет, настоящий, вполне себе, летающий самолет с мото-компрессорной установкой сделали итальянцы. Одно название чего стоит? Одно название чего стоит? Капроне Кампини. Капроне Кампини август 40-го года. Август 40-го года. Через год после немецкого первого с реактивным и до 15 мая следующего года английского. То есть, один из самых-самых первых. Самых-самых первых. И представьте себе, это летало. Вот он, пожалуйста, он летит, он в полете. Правда, как он летал, лучше было бы не летать, и тем не менее, самолет вполне себе с мото-компрессорным воздушно-реактивным двигателем летал. Вот так это дело выглядит на схеме компоновочной, и теперь рассмотрим его повнимательнее. Что они сделали? Что они сделали? Движемся спереду назад по ходу движения воздушный газовый поток. на входе центральное тело, направляющие лопатки, далее трехступенчатый осевой компрессор. Ну, все нормально, все по взрослому. За компрессором двигатель, полноценный, большущий, там, если я не путаю, 700 лошадиных сил стоял из вот и фрастения, прыжневой двигатель. Воздушный поток, сжатый компрессором, то есть, отдых и заборник, компрессор его сжимает, обтекал двигатель, таким образом двигатель охлаждался, а поток нагревался. Что тоже есть большой плюс, то есть, повышает его кинетическую энергию. А до сих пор все нормально. Дальше, вежливо выражаясь, начинаются сильно неоднозначные решения. Ну, ежу понятно, что после этого надо было весь наш газовый поток, воздушный поток, пока еще просто воздух, собрать в трубу, в узкую трубу малого диаметра и по этой трубе его отправить туда, в хвостовую часть, там, где будет камера сгорания. Ну, так это делается. Они сделали точно наоборот, точно наоборот. Каналом, по которому движется воздушный поток, является весь фюзеляж, весь фюзеляж является этим газоводом, воздуховодом. А люди, два человека и оборудование и все прочее помещены вот в такой вот, ну, выше капсулу, которую я там, видите, вам немножко подрисовал фиолетовым. В результате, в результате, нам надо, во-первых, делать абсолютно герметичный фюзеляж, герметичный, клепка и так далее. Зачем это надо? Ну, и самое главное, с точки зрения силовой схемы. Понятно, что этот их трехступенчатый компрессор большого давления не давал, вы можете не надеяться, но даже две-три атмосферы внутреннего избыточного давления на фюзеляж вызывают огромные изгибы. Если он у них не цилиндрический, он у них, как я понимаю, не совсем цилиндрический, в общем, это абсолютно безумное решение, зачем они так сделали, я понять не могу. Далее, значит, двигаясь по фюзеляжу, он в конце концов приходит в хвост, там уже цилиндрическое сечение, и в хвостовой части у нас камеры сгорания, ничем не охлаждаемы абсолютно, то есть камеры сгорания являются просто на этот раз тоже металлические стенки фюзеляжа, зеленое, что там нарисовало такое колесо от телеги, это коллекторы, ну, трубочки, множество трубочек, которые разбрызгивали керосин, и дальше, значит, это керосин в потоке воздуха должен был гореть и дальше выходить. Вот, кстати, есть прямо фотографии, чего только нет в интернетах, вот это реальная фотография, это коллекторы, разбрызгивающие воздух, за ними такие пластиночки, стабилизаторы горения, о которых мы поговорим в следующей серии. Вот так все дело происходило. Неохлаждаемая камера сгорания, как вы понимаете, сгорала немедленно. Вот тут перед вами интересная фотография, что делают эти почтенные люди, они его испытывают со снятой, но они понимают, что при испытании все сгорит, поэтому они отстыковали хвостовую часть фюзеляжа, она же камера сгорания, она же камера сгорания, и просто смотрят, как у нее горит керосин, который разбрызгивается вот из этого кольцового, кольцового радиального разбрызгивателя. тем не... Да, значит, как же оно все летало? Идея была такая, оно должно работать только несколько минут, то есть реактивная часть камеры сгорания включалась только при взлете, когда нужна максимальная тяга, и какие-то отдельные элементы, моменты воздушного боя. А все остальное, большую часть всего полета, он должен был просто лететь как турбовинтовой, турбовентиляторный самолет. То есть поток воздуха идет от компрессора, выходит через сопло, сопло разгоняется, дает реактивную струю, вот оно таким холодным, можно сказать, холодным реактивным двигателем и работало, а подача горючего исполнения в камеры сгорания только на несколько минут на определенных этапах полета. В результате ничего хорошего, как я уже сказал, не было ни до, ни после, до включения он летал со скоростью порядка 320 км в час, что в 40-м году уже было несерьезно. Ну, а включение вот этого, этой горилки, так ее назовем, еще добавляло 30-40 км в час скорости. Тем не менее, тем не менее, был самолет, который без винта летал, взлетал, то есть вполне себе самолет с реактивным двигателем. Хороший он или плохой, это уж дело другое, но оно летало, и все-таки не могу не отметить, что к этому стеганому ватнику была пришита, была пришита золотая пуговица. А я имею в виду вот это вот, то, что вы сейчас видите, центральное тело, то есть управляемое, регулируемое сопло, проходное сечение которого регулировалось вот этим, сложной формой таким, грушообразным телом, которое с привода механически выдвигалось, задвигалось, то есть это управляемое сопло, управляемое переменного сечения, но это просто совершенно по-взрослому. Вот так вот они сделали. Все очень странно, а в самом хвостике у них прямо-таки очень даже красивые, опередившие свое время на 10-15 лет решения. Итальянцы были не единственными в Советском Союзе в 44-м году, когда поступила информация о том, что с фронта информация, что по небу летают немецкие Мессершмитт, по 262-й с активными двигателями, тут же была дана команда и все кинулись, все дружно кинулись и начали рисовать всякое, все сразу рисовали, вот это перед вами Микояновский проект, но я даже обсуждать особенно не хочу, но там все несерьезно. Интересная и красивая, последняя для нашей сегодняшнего разговора, интересную и красивую вещь сделали, представьте себе, перед своим окончательным разгромом полной безговорочной капитуляции японцы. Вот оно перед вами. Что это такое? Возможно, эту форму вы увидели, это то самое, что было сделано для Камикадзе. Пилотируемая противокорабельная ракета, так это должно называться, пилотируемая противокорабельная ракета, вот такой маленький самолетик с маленькими крылышками, почему маленькие крылышки? Взлетать этому самолету было не надо, он подвешивался под бомбардировщик, но садиться, тем более, ему никогда в жизни не предстояло, у него только единственный режим полета на большой скорости, соответственно, маханька крылышка, малая площадь, в христовой части был жидкостный ракетный двигатель, который там работал порядка минуты, разгонял его до огромной скорости, соответственно, пилот Камикадзе должен был врезаться в американский Коран. Вот это они сделали, как и сделали, большими количествами, сотнями, если не к тысячам, сейчас никак не готовы ответить, но их очень много делали, активно использовали, и выяснилось, очень простая вещь, ЖРД, как мы знаем, крайне прожорлив, то небольшое количество топлива, которое было, он сжирал очень быстро, и, соответственно, дальность полета этого самолета противокорабельной пилотируемой ракеты была всего-то 3-4 километра, это значит, что самолет-носитель, бомбардировщик, должен был приблизиться к американскому кораблю на 3-4 километра, на этом все и заканчивалось, то есть они все становились смертниками еще раньше, чем успели отцепить вот этого чудовища. Поэтому возникла задача на ходу, на коленке, бегом, в последние недели перед окончательным крахом Японии, то Японию, которую же к тому моменту американцы просто сжигали и превращали в лунный пейзаж, последним отчаянным усилием японские инженеры с невероятной скоростью сделали достаточно красивую вещь. То есть они сделали вариант вот этого своего пилотируемой, еще раз повторяю, пилотируемой крылатой ракеты, но с мото-компрессорным двигателем, о чем у нас совершенно ясно, говорят воздухозаборники. Вот я там кружочком отвел. Уже одно то, что воздухозаборник находится в нормальном месте, и воздушный поток подводится к камере сгорания кратчайшим и правильным путем, уже одно это вызывает у меня уважение к инженерам, которые это дело делали. А вот оно сблизи, белое, то, что видите, белое, это тот самый воздухозаборник, который выходит, естественно, наружу, а зеленое перед ним это двигатель, и вот это вот страшного вида металлическая бочка без дна, это камера простейшая, неохлаждаемая, разумеется, ничем, но все погибнет раньше, чем успеет прогореть, с камерой сгорания, вот оно уже совсем сблизи, моторчик, четырехцилиндровый, там видите, выхлопные потопки, маленький четырехцилиндровый моторчик, он крутил одноступенчатый осевой компрессор, то есть просто одна ступень, один дитя с лопатками, тем не менее, это все дело как-то работало, огонь, огонь бил, ни разу они их не использовали, то есть это были уже последние недели до окончательной гибели императорской Японии, ни разу его не использовали, сделали их несколько десятков штук, они достались американцам, американцы их изучили, выяснили, что в общем тяга была ничтожная, 180 килограмм тяги он создавал, да и то побольше часто за счет работы мотора и компрессора, а не той небольшой добавочки, которую еще добавлял горящий там керосин, но тем не менее, вот тоже такая вещь была сделана. В целом, в целом, подводя итог вот этим попыткам создания мотокомпрессорных воздушно-реактивных двигателей, я бы сказал так, прекрасная идея, но она была загублена и дискредитирована в одном случае неумелым, в другом случае поспешным исполнением. Что я имею в виду? Я имею в виду, что отсутствие турбины это на самом деле огромный плюс. Почему? Турбины вносят ограничения. Так или иначе, лопатки турбины требуют понижения температуры теми или иными способами, но все равно нам приходится понижать температуру перед турбиной. То есть, мы сами себя, сами наступаем на горло собственной песни. Отсутствие турбины, отсутствие лопаток позволяет вот какой он был, горячий поток, вот какой он был, с максимальной его температурой направить сопло и, соответственно, получить очень высокую скорость течения и высокую скорость полета самого аппарата летательного. Поэтому мотокомпрессор открывает большие возможности, но, еще раз повторяю, неумелое исполнение, отсутствие опыта, отсутствие знаний сроковые годы не позволил из этого чего-то сделать, поэтому он и вошел в историю как некий эрзац, понимаете, как эти самые керзовые сапоги вместо нормальных кожаных сапогов, как эрзац военного времени, хотя, еще раз повторяю, при разумном исполнении, использовав отсутствие лопаток, то есть, используя очень высокую температуру газа на входе в сопло, можно было бы сделать очень интересные вещи. А на этом мы заканчиваем рассказ, но вы-то никуда не расходитесь, уважаемые, прежде чем я не напомню вам, что если вам не понравилось, то вы нажимаете дизлайк, это ваше законное право, если вам понравилось, то мы не забываем нажимать лайк, церебонькать, колокольчик и подписываться на наш замечательный канал, в котором говорят всякие интересные вещи. На сегодня спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok